Доклад Давайте я пока начну с какого-то вступительного слова. У меня, я думаю, доклад будет гораздо проще, чем у Дмитрия, и более такой развлекательный. Но я постараюсь вырулить на одну работу, которую в лаборатории искусственного интеллекта сделали в прошлом году. И авторы ее некоторые здесь присутствуют. О, получилось. Нет, не получилось. Не у меня получилось. Хорошо. И мой доклад называется Understanding the Multimodal World, то есть понимание мультимодального мира — это все очень, конечно, громкие слова. И я собираюсь рассказать очень-очень кратенько о том, что вообще делается в понимании мультимодальных данных и в обработке мультимодальных данных в наше время, на чем это все основано. Дам какое-то введение, а потом дам такой некоторый foot for thought, довольно любопытный, на мой взгляд, который отчасти опирается и на наши результаты тоже. Значит, да, еще раз. Вот я тут представляю лабораторию искусственного интеллекта PAMI. Здесь также есть вот Лена Тутубалина, вот Андрей Савченко. И всем большое спасибо за то, что я с такими замечательными людьми имею возможность работать. А теперь, собственно, к делу. Ну, а когда я делал этот доклад для математиков, я половину доклада провел на этом слайде, рассказывая о том, что на самом деле, чем мы занимаемся в машинном обучении часто, это параметризуем разные хитрые многообразия в очень большой размерности пространстве и пытаемся найти им такую параметризацию, чтобы, во-первых, она была размерностью поменьше существенно, во-вторых, в этой размерности поменьше структура была бы как можно проще, и, в-третьих, ну, наверное, чтобы мы, чтобы эта параметризация, она не может точно описывать исходные точки, но чтобы она хотя бы максимально близко к ним приближалась. Вот. И это такая базовая идея, которая, я думаю, здесь-то знакома всем. Это базовая идея латентных представлений или имберингс, вот того, что нынче используется для обработки практически любого вида данных высокой размерности. И, по большому счету, там, большая часть нашей с вами науки, она в том, как же все-таки заставить эти латентные представления иметь какую-то хорошую структуру. И здесь я тоже, наверное, не буду тратить на это много времени, потому что, опять же, все, наверное, примерно представляют, как это делается в машинном обучении без учителя или с учителем, который, ну, который есть для каких-то, может быть, downstream tasks или какую-то другую информацию сообщает. Как правило, это какая-нибудь автоэнкодер, автокодировщикоподобная архитектура, которая потом еще имеет какую-нибудь дополнительную структуру или дополнительно просит модель хорошо обрабатывать, значит, получить хорошую структуру в этом латентном пространстве. К такому классу относятся и вариационные автокодировщики, которые просто делают явное предположение о том, что там происходит, и, скажем, состязательные автокодировщики, adversarial autoencoders, которые, ну, не делают явного предположения, но очень убедительно просят, чтобы там была хорошая структура. И так далее и тому подобное. То есть, в принципе, так или иначе, мы это все, как правило, как правило, современное машинное обучение на данных высокой размерности типа картинки, тексты, видео и так далее, занимается тем, что сначала пытается свести эту большую размерность в какое-нибудь пространство размерности существенно меньше. Желательно, на порядке меньше. И когда это все переходит в мультимодальную область, то есть, когда данные становятся нескольких разных типов, как, например, картинки и текст, самый классический пример, но может быть и что-то другое, мы увидим и другие примеры, то вполне как бы естественное желание, которое, опять же, с нами уже давно, и такие модели стали появляться, ну, я не знаю, ладно, я не занимался историческими изысканиями, но лет 7-8 назад они уже точно были, а, значит, появляются модели, начинают, которые пытаются данные и одного типа, и другого типа свести в одно латентное пространство. И, соответственно, возникают вопросы о том, как это лучше делать, то есть как эти совместные имберрингс лучше обучать. Вот можно просто обучать их сразу вместе, сразу в едином пространстве, можно пытаться обучать их, ну, как бы по отдельности, но с каким-нибудь дополнительным ограничением. Скорее всего, это значит с дополнительной слагаемой функцией ошибки, которая будет, скажем, стягивать вместе представление картинки и представление описания текста в этой картинке или что-то в таком духе. Или строить, ну, это сейчас, видимо, немножко большая редкость, если это не нужно по самой задаче, но можно строить мультимодальные автокодировщики, когда вы там сворачиваете картинку, а потом разворачиваете картинку обратно в текст или наоборот. Вот. И, собственно, наверное, самый популярный из этих способов – это вот второй, когда представление в одном пространстве, но они как бы независимо друг от друга строятся, а потом просто в этом пространстве есть какие-то ограничения, лоссы, которые эти представления друг к другу притягивают. И здесь есть тоже, наверное, то, на чем я подробно останавливаться не имею возможности, но есть много интересных работ, интересных вот этих функций ошибки. Какие-то из них из ранжирования приходят, там, конкретных лоссов, триплет лоссов, наверное, знаменитый. Есть какие-то еще более интересные разработки недавних лет, но, в общем, так или иначе, мы строим единое латентное представление для данных разных типов. И в этом как бы и смысл. Вот. Ну, я тут привожу какой-то пример из 2018 года. На самом деле, совершенно неважно, любой пример выглядит примерно так же. Это просто какой-то характерный достаточно пример, где делают ретриол, информационный поиск на основе текстовых запросов, но делают его типами видео. И поэтому им нужны аж два разных вида этих joint embeddings. С одной стороны, им нужно свернуть видео и аудио вместе в пространство, так сказать, представления активности, то есть того, что происходит в этом видео. С другой стороны, им нужно свернуть текст. С третьей стороны, им нужно свернуть картинки, то есть отдельные кадры из этого видео. И потом вот из этих трех типов embeddings получаются два типа joint embeddings и так далее. И вот примерно так выглядела практически вся эта область около 2018 года. А что случилось с 2018 года, я думаю, тоже вы все знаете, что изменилось. И, собственно, нам сейчас об этом рассказывали пару часов назад. С 2018 года, конечно, появились трансформеры. То есть они как раз в конце 2017 появились. В процессе последних двух-трех лет они просто заполонили собой, опять же, все машинное обучение, так сказать, все машинное обучение высоких достижений. И, понятно, я не буду давать обзор трансформеров, это было бы тоже через чур, но я хочу упомянуть, что есть масса именно мультимодальных трансформеров. И вот я тут выписал какие-то, но это тоже не исчерпывающий список. Опять же, естественно, на них подробно останавливаться возможностей нет, но смысл примерно тот же. То есть мы примерно таки, только меняется структура энкодеров и декодеров, естественно, они теперь основаны на этом self-attention и так далее. Но смысл-то тот же. Мы по-прежнему обучаем какие-то совместные вот эти пространства, совместных представлений. И я просто, чтобы проиллюстрировать, где сейчас эта область находится, взял три примера с трех самых важных конференций, наверное, по машинному обучению 2020 года. В 2021-м их еще не было. Значит, New Rips 2020. Вот пример, пожалуйста, Adversarial Training for Vision and Language. Это как бы трансформер. Там главный смысл его немножко в другом. Я не буду сейчас углубляться. Там смысл в том, что они делают вот эти... Это adversarial не как adversarial autoencoders, а это adversarial как adversarial examples. Они делают вот это антагонистическое обучение. То есть они как бы имбеддинги немножко двигают, именно в пространстве имбеддингов. Они имбеддинги немножко двигают так, чтобы модели стало плохо. Но неважно. Короче, пример в том, что вот, пожалуйста, в наше время, значит, если это стоит вверх на каких-то задачах, связанных с совместной обработкой картинок и языка, и вот, пожалуйста, значит, именно так это все и выглядит, какой-то joint embedding space на каких-то трансформерах. То же самое на ACL. ACL — это главная конференция по NLP, по обработке естественных языков. То же самое. Совсем не буду останавливаться. Но там типа как в диалог добавить еще понимание там человеческого лица, эмоций, тона голоса. Вот все такое. Тоже типичная мультимодальная задача. А вот CVPR, например, тоже здесь vision and language тоже в чистом виде. Но здесь, опять же, суть работы про то, что хорошо делать притренинг на большом числе разных задач. Но по сути модель опять же выглядит так же. Это трансформер, у которого два разных энкодера, которые оба идут в одно и то же пространство. Вот. Ну и, собственно, перехожу теперь к тому, какую задачу решали мы. Я, наверное, даже не столько рекламирую наш результат сейчас, сколько хочу порекламировать саму задачу. Она очень интересна. И сам датасет, на котором она основана. Это задача, там несколько задач, по распознаванию символов, символизма, тем, тональностей и всего такого прочего на рекламных изображениях. И это прямо очень прикольно, потому что рекламные картинки, во-первых, их не так сложно собрать прямо датасет. А во-вторых, они прямо очень сложные. То есть, как, наверное, все вы представляете, сейчас тут на слайдах будут примеры, креативная реклама – это самые, наверное, сложные, интересные образы, которые даже человеку требуется обычно там несколько секунд сообразить вообще, что ему хотят сказать. То есть, ну вот здесь, например, это реклама о вреде курения. Видите, здесь сигареты как бы типа в виде пачки динамита, только динамит так не выглядит на самом деле. Ну, в виде голливудского 70-летней давности, значит, образа пачки динамита. Это вот, тем не менее, нам все понятно. А здесь надо защищать природу. И вот это вот, главная суть этой фотографии в том, что здесь как бы человеческое лицо. Должен ли Face Detector распознавать такие человеческие лица – вопрос хороший. Вот. И более того, это предыдущие примеры были именно про картинки. Но на самом деле это мультимодальная задача, потому что обычно на рекламе еще что-нибудь написано. И то, что там что-то написано – это прямо важно. Иногда без этого прям трудно понять. Вот вопрос к аудитории. Можно микрофоны не разносить, но про что эта реклама, что рекламируется? Вот здесь Рональд Макдональдс всплывает к свету. Да, совершенно верно. Были даже два правильных ответа. Это реклама чего-то типа ваниши или что-то такого, про то, что она может с джинсов быстро удалить, значит, всякие кетчупы с Макдональдса. Вот. Понятно, что если прочитать текст «removes fast food stains fast», то понять, что здесь происходит, становится несколько проще. Вот вместо… Вот. И, собственно, датасет, который я хотел… о котором я хотел рассказать, вот он где-то в 2017 году появился. Следователи из университета Фисбурга собрали вот датасет таких картинок. Некоторые из них очень прямолинейные, типа там «Дядя Сэм», «We can do it», что-то такое. Некоторые, наоборот, очень творческие. Вот как тоже «Защищайте леса», видите, это как бы легкие планеты. Какая medical imaging модель распознает здесь легкие. Вот. И так далее, и так далее. И они сделали там много разных видов разметки. Я не буду сильно подробно об этом разговаривать, но там есть темы, там есть sentiment, то есть тональность. Ну, здесь в смысле, какую эмоцию эта картинка должна instill в том, кто на нее смотрит. Вот. И там есть символы. Символы, то есть, например, вот там… Что это, боже мой, ракета символизирует скорость. Или там пистолет символизирует опасность. Вот что-то в таком духе. Там есть еще более интересные разметки. Например, какую стратегию нужно избрать, чтобы понять эту картинку. Но про это мы сегодня говорить не будем. Там много интересного. И тексты тоже есть. Есть тексты, которые на самой рекламе. А есть тексты, которые тоже написаны людьми про эту рекламу. Там есть прямо Q&A про это. Тоже много статей про этот датасет именно про Q&A, про мультимодальную обработку. Ну, где просто, как и явно написано, типа, в чем смысл. Why should I be careful with words I use on my kit? Because words can hurt as much as fists. Ну, вот как бы объяснили, в чем символ. Вот. И, собственно, что делали люди с этим датасетом? Люди делали вот ровно то, о чем я рассказывал вначале. То есть все работы, там самой первой как раз этого не было. Но там было понятно, что они представляют датасеты, строят какие-то слабые бейслайны. Там символы предсказывали обычным object detection. Но дальше вот все, что делали люди из Питтсбурга и другие статьи про этот датасет, они все были про вот эти joint embeddings. Они, ну вот, там, наверное, самая главная статья про этот датасет в 2017 году вышла. Там был триплит влаз про joint embedding между текстовыми описаниями и картинками с символами. Там потом была статья, бог с ней, на самом деле, сейчас не про нее разговор, а времени у меня мало. Вот. Потом была статья, в которой добавили аж еще одну модальность, а именно модальность того, кто смотрит на эту рекламу. То есть они обнаружили, ну, они такие наполовину психологи-социологи, поэтому они обнаружили, что разные люди с одной и той же рекламы считывают совершенно разные вещи. Это вполне логично. И это можно предсказать и объяснить, глядя, например, на карты того, как они смотрят на эту картинку, на что именно они обращают внимание. И какие-то там персоны сделать и ввести их как такую третью модальность рассмотрения. Вот. Ну да, вот здесь картинка побольше. И тут, ну, ладно, не буду опять же останавливаться, но понятно, что разные люди видят разные вещи на одной и той же картинке. В этом тоже, наверное, искусство рекламщика сделать так, чтобы на много разных аудиторий картинка, тем не менее, работала. Вот. И, как ни странно, практически ни одна из этих статей ничего не говорит о тексте на самой рекламе. Хотя, казалось бы, иногда даже вот это примеры прямо из этого датасета, иногда без текста прям вообще ничего не понятно. То есть, ну, вот здесь еще, наверное, справа можно себе представить, что можно догадаться, что рекламируется. Но, если честно, я как-то не думаю, что какой бы то ни было трансформер сообразит, что рекламируется таблерон, если он не прочитает эту фразу. А на некоторых рамках просто вообще ничего не нарисовано и вообще ничего не понятно. То есть, довольно естественно, что текст на рекламе, конечно, надо читать. И были несколько состязаний, несколько компетейшнс по поводу этого датасета. И там, на самом деле, побеждали люди, которые читали текст рекламы. Вот. Причем делали это довольно, так сказать, наивно. Просто, ну, оси текст детекшн, оси ар. И, значит, дальше как-то это подмешиваем к тому, что делает, собственно, часть модели, основанная на картинках. Без картинок, конечно, нельзя, потому что, наоборот, на некоторых рекламах, наоборот, мало что написано. Вот. И, собственно, что мы сделали? Мы попытались, значит, улучшить вот эти результаты по символизму детекшн, по распознаванию символов и про топик и сантимент тоже. Ну, на самом деле, не суть важно, какую именно задачу мы решали. Вот. И в итоге мы остановились на очень-очень простой структуре всей этой модели. Вот она тут нарисована. Есть модель про картинки. На самом деле, есть две модели про картинки. Одна просто классификатор, другая общий детектор, который будет вот эти самые символы распознавать. Есть UCR, есть текстовые предсказания тоже того, что надо на основе чисто текста. А потом мы берем и объединяем их в линейный ансамбль обычным каким-то бустингом. И о чудо, то есть, значит, в качестве отдельных моделей мы использовали там самые State of the Art, которые смогли, там, всякие разные бирты для текста, efficient net-based классификаторы для картинок и так далее, и так далее. Но никаких joint buildings, вообще ничего. Три отдельные модели, которые потом собираются в ансамбль. И, о чудо, оказалось, что это работает вполне себе даже лучше, чем весь State of the Art, который был написан со всеми этими jointing buildings. А я, наверное, сделаю одно мини-замечание, что меня лично поразило в этой работе нашей, что UCR прям довольно плохой до сих пор. И это прямо неожиданно. То есть, это было бы ожиданно на сложных текстах. То есть, ну, я не знаю, вот если бы на этой картинке слово Toblerone плохо читалось, я бы не удивился. Но, если честно, вот это вот Who ate my Toblerone blue тоже плохо читается. И вот это меня уже удивляет, на самом деле. То есть, вот пример здесь написан белым по красному, довольно, ну, окей, не самым, не Times New Roman, но довольно стандартным шрифтом. И, тем не менее, там, из пяти каких-то довольно неплохих читающихся OCR-моделей только одна действительно что-то там распознает. Ну, у нас потом получше получилось с чернетом, но уже не в этой работе. Вот. Короче, получилось лучше. И получилось лучше с суперпростыми какими-то методами, без всяких jointing buildings, без всяких там долгих файн-тюнингов, вот именно мультимодальной модели. И мы эту статью опубликовали на Calink в прошлом году. Calink тоже хорошая конференция про обработку естественных языков. И, наверное, вот последнее, что я скажу, на той же конференции была работа, очень интересная, Empirically Multimodulated Projection, которая как раз этот эффект исследовала в большей общности, в более широком масштабе. То есть что они сделали? Они взяли некоторые state-of-the-art именно мультимодальные подходы и попробовали построить эквивалентные им подходы, в которых нет никакой мультимодальности. Ну, а именно они попытались разбить их на разные, на отдельные модели, одну для картинок, другую для текста, например, и потом просто построить линейную комбинацию. То есть весь смысл этих Joint Embedding, весь смысл мультимодальных моделей в том, чтобы постараться какую-то все-таки нелинейную, а что-то более хитрую вот эту взаимосвязь между разными модальностями нащупать и в этом пространстве выразить. А они вот прямо берут эти мультимодальные модели и вырезают все нелинейное, оставляют две отдельных, так сказать, пайплайна обработки и потом обучают линейную комбинацию. И получается прям не хуже. Ну, не лучше, конечно, но прям не хуже, чем все эти мультимодальные новомодные штуки. Вот. Вот это очень интересно. И что это значит, я не знаю. То есть я не буду утверждать, что это значит, что люди зря занимались всеми этими мультимодальными наукой. Но, по крайней мере, это интересно. И уж точно это значит, что наука наша на этом не останавливается, и дальше мы должны что-то улучшать и улучшать. Вот такой вывод. Всем спасибо. Вопросов? Да, прошу вас. Напоминаю, что у нас следующая сессия через 10 минут. Спасибо. Да, так что мы будем кратки. Спасибо за доклад. Никита Андреянов, Финансовый университет. А вот скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, получается, здесь вот таргетом, выходом, получается, это был вот смысл, да? Как там приводили danger? Да-да-да, всем было, да. Но там как бы чуть больше, чем смысл, там как object detection. Там типа надо обвести прямоугольничек, и где этот смысл? А, то есть найти объект. То есть там могло быть нескольких смыслов на одной рекламе? Да-да-да. Но мы делали не только это, мы делали еще просто topic classification, sentiment classification. То есть просто классификацию всей рекламы по темам и тональностям. Там просто классификация. Спасибо. Пожалуйста. Владимир Фролов. Такой вопрос. Реклама очень часто и очень эффективно использует юмор. А юмор очень плохо подается искусственному интеллекту. Вот как вот с этой темой? В принципе, вот именно мультимодальность используется в юморе. Два параллельных смысла и как-то пересекается. Это очень трудно, понимаете, вот обработать. Очень хорошо понимаю. Совершенно с вами согласен. Очень трудно обработать. Видите? Вот все засмеялись. А что я смешного сказал? Отличный привет. Спасибо. Пожалуйста, последний вопрос очень коротко. Спасибо за доклад, Артем. Из Ланита. Скажите, пожалуйста, вот эмбейдинги, качество эмбейдингов, как бы можно было бы измерить в отрыве от конкретных задач? Потому что вы измеряете, по сути, их на какой-то задаче, там, классификации. А цель получения эмбейдингов скорее в том, чтобы они помогали в общем классе задач, более широком. Какие-то есть идеи или советы, чтобы почитать, посмотреть? Спасибо. Смотрите, возможно, люди об этом думали, я, наверное, сейчас сходу не вспомню, но, как бы, как правило, все-таки трудно мерить качество, не имея задач совсем. То есть, когда эмбейдинги обучаются, это тоже какие-то задачи. Это могут быть просто реконструкция, как в автокодировщиках, может быть, там, как в Ордовеке какое-то предсказание каких-то масок или в Берте. Да, но, наверное, вообще качество эмбейдингов это как-то странно, но я с вами совершенно согласен, что если мы делаем general purpose embeddings, надо смотреть на их качество не на одной задачи, а на многих. Обычно так и делают. То есть, там, когда тестируют какие-нибудь Берте и GPT, их тестируют на, там, 15 разных NLP задачах и показывают во всех. Спасибо. Ну, предлагаю на этом закончить. Остальные вопросы в кулуарах. Спасибо еще раз за замечательный доклад.